Так что все дело в готовности. Я бы хотела, чтобы все, кто меня сейчас слушает, поняли, что я знаю свою работу. Я говорю о множестве вещей, которые потенциально могут непосредственно повлиять на вас. Но так или иначе мы знаем, что все, что происходит в этой стране, повлияет на вас или кого-то из ваших знакомых. Так что, возможно, имеет смысл диверсифицировать ваши денежные средства с помощью драгоценных металлов. Именно поэтому я стала партнером Голдко, потому что считаю, что это может быть лучшим способом помочь. Речь идет о том, чтобы взять под контроль свою свободу, финансовую свободу. Мы знаем, что не можем предсказать будущее, но мы безусловно можем подготовиться к нему. Хорошо, здесь написано, что мы в прямом эфире, так что я должна пойти и проверить. Подождите секунду. Да, все в порядке. Это лучше проверить, не так ли? Да, потому что они этого не сделали. Здесь, как обычно, происходит что-то странное. Хорошо, да, мы в прямом эфире. Хорошо. Упс, все в порядке. Всем привет. Я Кэрри Кэссиди из проекта Камелот, и сегодня вечером я здесь с Майклом Шратом, и он на самом деле отличный коллега и друг. Я считаю его своим другом. Я знаю его много-много лет, и он много раз появлялся на моем шоу в прошлом и более эпизодически в этом году. Последние несколько лет это был его выбор, а не мой. Так что это действительно здорово, что он здесь нашел, и я разместила одно из его новых видео на своем канале в Телеграм. Так что если вы хотите узнать, что он делает, я всегда публикую его видео в своем Телеграм, но вы также можете зайти на его канал на Ютуб, правильно Майк? Это верно. Хорошо. И если вы хотите опубликовать это так, как будто мы можем разместить ссылку на странице, но есть ли способ найти вас? Как бы вы это сделали? Это просто мое имя на Ютуб. Вот и все. Я Майкл Шротт. Это все, что вам нужно сделать. И знаете, Кэрри, я хочу поблагодарить вас за то, что вы помогли мне начать все это, потому что, как вы помните, мы вместе снимали первый фильм. Да, я совсем забыла об этом. Ладно, круто. Да. Да. Хорошо, отлично. Все в порядке, так что я позволю вам как бы самому разобраться с этим. Я действительно хотел немного поговорить о теме вашего последнего видео, о черном бюджете проекта «Черный проект», потому что это касается секретной космической программы. И мне очень интересно, как космические силы и секретная космическая программа под землей и за пределами планеты. Если уж на то пошло на самом деле, как они взаимодействуют, каковы их отношения, и я не ожидаю, что вы это узнаете. Но мне хотелось бы узнать, есть ли у вас какие-либо намеки в этом направлении? А также можете ли вы рассказать моей аудитории о черном бюджете, «Черных проектах» и о том, как все это сочетается в аэрокосмической отрасли? Конечно, ну что же, я думаю, что самое лучшее, что можно сделать, это знаете ли, когда вы говорите о программах для черных, мне нравится ссылаться на свои источники. И именно поэтому в этом видео я привел газетные вырезки. Я получил, я назвал имена, я назвал даты, я назвал название изданий, куда люди действительно могут обратиться, чтобы узнать, сколько мы потратили на эти программы. И знаете, когда вы начинаете рассматривать это на протяжении десятилетий и лет, особенно в период правления Рейгана с 81-го по 86-й, становится ясно, что у них был незаполненный чек и все, что они хотели от оборонных подрядчиков, они получали. У них там есть деньги, по крайней мере есть 12 ранее неизвестных программ ManBlack, которые прямо сейчас находятся в ангаре где-нибудь на 42-м заводе ВВС в Палмдейли или на испытательном полигоне. И могут быть запущены за пределами испытательного полигона. По меньшей мере 12 человек, о которых мы даже не знаем. 12 пилотируемых программ потерпели неудачу. Возможно, это сработало не совсем так, как они предполагали, но птиц гораздо больше, чем нам говорят. И знаете, как налогоплательщики, мы имеем право подвергать сомнению авторитет властей. И важно помнить, что Джим Гудол, эксперт в этом вопросе, военно-воздушные силы Соединенных Штатов на самом деле ничем не владеют, не так ли? Они являются временными хранителями этих активов. Таким образом, мы владеем взлетно-посадочными полосами, зданиями и самолетами, и мы имеем право знать, куда направляются наши налоговые поступления. Да, и я на самом деле испытываю примерно те же чувства по отношению к нашим военным, которые должны служить нам, в отличие от шоу Байдена, КПК. Или кого-то еще, кому они служат в данный момент. Так вот, в чем заключается этот аспект. Кроме того, я думаю, что я расскажу об этом здесь очень кратко, потому что мне показалось, что это отличный слайд. Так что я собираюсь поделиться им с аудиторией, это пришло от вас. Так что держитесь. Давайте посмотрим, что из этого выйдет, как это сработает. Отлично. Хорошо, так что я думаю, это видно на экране. Да. Вы назвали это аэрокосмической аллеей, и не могли бы вы немного рассказать о горке? Конечно, никаких проблем. Ну вы же знаете, что нужно быть таким же сумасшедшим дураком, как я, чтобы заниматься подобными вещами, верно? Я имею в виду начать с Сан-Диего, проехать по шоссе вдоль побережья и посетить все эти места. Вы можете поехать в Хоттерн, чтобы посетить завод Нортроп. А потом, знаете ли, вы продолжите свой путь через Лос-Анджелес. В конце концов, вы доберетесь до 14-го шоссе. Вы поднимаетесь по 14-му шоссе, и вот вы уже в Ланкастере, Палмдейле, районе Долины Антилопы. У вас есть 42-й завод ВВС. Все основные подрядчики находятся там. А затем вы закончите работу на базе ВВС Эдвардс и в Мохаве. Так что это действительно аэрокосмическая аллея. И если кому-то интересно, я имею в виду, что вы, конечно, можете проехаться по этим объектам. Вы не можете получить к ним доступ, но на этом слайде просто показано, где находятся эти основные объекты, где расположены эти основные оборонные подрядчики. И все они находятся в районе Южной Калифорнии. Хорошо, все в порядке. И вот что интересно, вы на самом деле отвезли меня и, я думаю, моего бывшего напарника. Называйте его, как хотите, туда, и мы объехали все вокруг, верно? Все верно. Мы так и сделали. Мы так и сделали. Прошло уже несколько лет, но... Уже несколько лет. Это действительно увлекательно, не так ли? И Майкл действительно эксперт в этом деле. Я хочу сказать, что вы проработали следователем так много лет, а также являетесь архивариусом, что является очень важным навыком. А у вас действительно есть права на библиотеку Леонардо Спрингфилда? Нет, у меня нет на это прав. Нет, у меня нет на это прав. Технически это подпадает под действия семейного законодательства, не так ли? Семья. Ну что же, Леонардо больше нет, Делла больше нет. У нас осталось несколько членов семьи, и в настоящее время 65 переплетных устройств с тремя кольцами находятся под юрисдикцией Мафон. Так вот в чем дело. Сейчас все еще существуют эти таинственные 22 банковских ящика с материалами, которые я пытаюсь разыскать вот уже 13 лет, и это может привести к уходи. Это может быть полностью утрачено, но есть вероятность, что что-то из этого все еще существует, но мы можем поговорить об этом по мере прохождения сегодня вечером здесь. О, в самом деле? Хорошо, тогда я позволю вам продолжить. Вы же знаете, что Майкл собирается пройти процедуру восстановления после аварии, верно? Конечно, абсолютно уверен. Так вот, Майкл, вы тоже посещаете аэрокосмические компании и беседовали с некоторыми руководителями, верно? Вы правы, да. Знаете ли, я очень хорошо известен. Он очень хорошо известен. Это обычные подозреваемые, как их можно было бы назвать. И вы тоже были в некотором роде историком, но вы сами собирали материалы, не так ли? Конечно, да. А здание, я думаю, можно было бы назвать библиотекой. И однажды, вы знаете, когда я пыталась создать что-то вроде этого проекта Камелот, я даже не знаю, как я его называла, но в любом случае поставьте его в центр. Я хотела, чтобы вы были архивариусом и... Так что продолжайте. Хорошо, так что все в порядке. Я собираюсь поделиться своим экраном. Давайте посмотрим, сработает ли это здесь. Поделитесь экраном. Хорошо, и мы перейдем сюда, поделимся. Хорошо. Хорошо. Покажите слайд-шоу с самого начала. Так, вы встречаетесь с этой Кэрри? Да. Хорошо, вы видите полный экран, не так ли? Я так и делаю. Это чудесно, просто чудесно. Хорошо, так что мы собираемся начать прямо здесь. Речь идет о расследованиях третьего рода, космических катастрофах, трупах и сокрытии информации. И действительно, если разобраться, то это действительно дань уважения Леонарду Стрингфилду. Я имею в виду, что для нас очень важно подчеркнуть работу этого джентльмена. И вы можете видеть, что когда мы разбираем некоторые из этих дел, мы уже далеко вышли за рамки, ну знаете, состязаний с гробовщиком на данном этапе. Мы уже далеко за пределами этого. Эти подлинные военные свидетели, получившие информацию из первых рук, умирают здесь с каждым днем. Так что, как вы знаете, это заключительный этап расследования авиакатастрофы. Это заключительный этап расследования. Вот и все. Вы знаете, теперь все зависит от населения. Если мы не возьмем быка за рога, не примем управленческое решение и не будем действовать решительно, мы никогда этого не узнаем, потому что они нам ничего не скажут. Это совершенно верно. И Груш, когда он давал показания перед слушаниями ВУАП, перед частью Конгресса, он был очень осмотрителен, когда говорил о восстановлении после аварии. И вел себя так, как будто они только вчера об этом подумали. И все это началось давным-давно, не так ли? Конечно, все это уходит корнями в далекое прошлое. О, совершенно верно. Все в порядке. Так что давайте продолжим здесь. И я не собираюсь торопить события. Я собираюсь действовать очень медленно. Нет причин торопиться. Я просто буду действовать очень медленно. Не торопитесь. Не торопите меня. Не торопите меня. Поиск обломков НЛО, это главный святой грааль исследований НЛО. И я в некотором роде всегда задаю вопрос, почему это так? Все очень просто. Все очень просто. Потому что при обнаружении потерпевших крушения НЛО обнаруживаются тела, обломки и сам аппарат. Вот три элемента, которые нам нужны, чтобы продвинуть это поле вперед, чтобы продвинуть мяч вперед в этом деле. Стоит нам сделать что-то меньшее, чем эти три элемента, и мы начинаем вращать наши колеса. Нам больше не нужны сообщения о наблюдениях НЛО. У нас их тысячи. Это не принесет нам никакой пользы. Нам нужно получить неопровержимые вещественные доказательства, а затем мы будем двигаться дальше. И именно поэтому в этом деле так важны результаты расследования авиакатастрофы. Хорошо, вот объявление здесь. Во-первых, содержание каждого случая, освещенного в этой презентации, осталось неизменным для описания первоисточника. Во-вторых, личность источников из первых рук будет защищена в соответствии с первоначальным соглашением Леонардо Стримфилда с его военными контактами. В-третьих, наглядные пособия, используемые в этой презентации, являются компьютерными иллюстрациями и эскизами, созданными на основе конкретных деталей, предоставленных источниками Леонардо. Исходные материалы, представленные в этой презентации, включают следующее. Итак, вот откуда Леонард черпал свои источники и информацию. Вот эти источники находятся здесь. Три звездных генерала ВВС США, пилоты-истребители ВВС США, астронавты, коммерческие пилоты, авиадиспетчеры, нейрохирурги, патологоанатомы, физики, теоретики и математики, офицеры армии США, ее офицеры военно-морского флота, военные полиции, высокопоставленные чиновники Пентагона, высшее военное руководство. Ученые и инженеры, которые работали на военно-воздушной базе Райт-Паттерсон и других правительственных объектах. Другими словами, Кэрри, мы имеем дело с лучшими из лучших. Мы имеем дело с острием копья. Военные источники из первых рук, которые нашли тела, собрали обломки, погрузили аппарат на 18-колесный грузовик или прицеп Лоубой Тракс. И отправились в Райт-военно-воздушная база Паттерсон. Именно с такими свидетелями Леонард имел дело здесь. Хорошо, мы собираемся двигаться дальше. Пара кратких цитат. Во-первых, данные о крушениях НЛО не могут быть реальными, потому что если бы они были, я бы прочитал об этом в местной газете. Хорошо для широкой публики. Во-вторых, на военно-воздушной базе Райт-Паттерсон сейчас нет и никогда не было никаких инопланетных посетителей или оборудования. Это их оригинальный пресс-релиз, а не мой. Это оригинальный пресс-релиз за июль 1980 года. Так что я собираюсь вернуться. О да, мы еще посмотрим на это. Хорошо, и так мы собираемся оспорить их, свидетелей авиакатастрофы Леонарда Стрингфилда, против военно-воздушных сил США. Хорошо, это серьезная проблема. Так вот, это человек часа. Мы занимаемся поиском потерпевших крушения НЛО на Леонард Стрит. Это тот самый человек, о котором мы говорим. За 30-летний период он выявил, ну, конечно, более двух десятков, но множество военных свидетелей и источников из первых рук, которые имели отношение к поиску потерпевших крушения. И здесь мы рассмотрим некоторые биографические моменты. Он родился в 1920 году, вырос в Цинценнате, штат Огайо. К тому времени, когда Леонард окончил среднюю школу в 1939 году, он уже выучил наизусть весь словарь. Вы хотели бы, чтобы в вашей команде был такой человек, который обладал бы этой информацией и запоминал ее. Именно такой человек вам нужен здесь. Он поступил на военную службу, как только услышал о нападении на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года после войны. Он работал в компании, работал в химической компании в Огайо и ушел на пенсию после 30 лет работы. Леонард написал две книги внутри летающей тарелки после 3-0 в 1957 году, позже он прочитал осаду НЛО в 1977 году. Хорошо, следующая его лекция о перекрестном обнаружении НЛО на симпозиуме Мафон 1978 года в Дейтоне, штат Огайо, вызвала международную сенсацию. Все в порядке. А теперь почему? Хорошо, все просто, потому что это был первый раз, когда была представлена подобная статья о восстановлении данных третьего рода, и он представил 12 своих источников. И всю подробную информацию о том, в чем они были задействованы при восстановлении данных о сбоях. И это было настоящей сенсацией. Тем не менее он получил сильный отпор, и были люди, которые проявили серьезный характер, потому что согласно соглашению, которое Леонард заключил со своими свидетелями, он не раскрывал их личности. Им пришлось держать имена в секрете. И поэтому у людей не было возможности провести независимый анализ этих данных третьей стороной, потому что он не стал разглашать имена. Так что это был своего рода палка о двух концах. Но вы можете понять, к чему клонил Леонард, когда все это затевал. Он скончался 18 декабря 1994 года. Так что прошло уже довольно много времени. Хорошо и так автор Cincinnati Inquirer от 19 июля 1993 года продолжает поиски правды об НЛО. То, что я собрал, имеет ошеломляющие последствия для человечества. Это действительно было бы величайшим событием со времен Христа. Да, так оно и есть. Если хотя бы одно из этих событий реально, то это безусловно величайшее событие. Все в порядке. Леонард собрал коллекцию из 22 банковских ячеек с оригиналами писем, рисунков, аудиозаписей, свидетельских показаний из своих источников. Эти свидетели должны быть найдены, и их показания должны быть представлены Конгрессу. Сейчас я попытался разыскать эту мифическую группу из 22 банковских ячеек. По сей день я не знаю, где именно они находятся. Я знаю, что еще в 1991 году было подтверждено, что они действительно существуют. Теперь, после смерти Леонарда в 1994 году, попытки отследить эту информацию становятся все более запутанными. Я действительно разговаривал с одним из членов семьи, и этот член семьи лично сказал мне, что то, что Леонард хотел опубликовать, он опубликовал в отчетах о состоянии дел. Остальное было удалено. Так вот, я не знаю, лгал ли мне этот парень. Может быть так оно и было, а может быть это все еще там лежит. Ничего себе. Если это так, то мы потеряли огромную часть нашей национальной истории. Хорошо. Итак, что мы собираемся сделать, так это попытаться извлечь максимум возможного из имеющейся у нас информации. И я хочу обратить особое внимание на это. Вот на что. Так вот. Подождите, подождите, подождите. Еще один второй. Я просто хочу спросить вас. Надеюсь, вы не возражаете, если я скажу, что где-то в районе Ньюпорт-Бич есть какие-нибудь склады, где хранится много материалов Леонарда Стрингфилда. Что случилось? Ну что же, 65 упаковок с тремя кольцами все еще находятся под юрисдикцией Мафон в аэропорту Лункен-Цинцинциннати. Так что все это у нас есть. Это все, что нам нужно. Но это не тот банк, в котором изначально было 22 банка. Это записи, сделанные под диктовку в офисе. Это все еще очень хорошая информация. Все еще очень хорошая информация, но это не совсем те 22 банковских ячейки. Так что мы собираемся сделать все, что в наших силах, с тем, что у нас есть. И я хочу обратить особое внимание на эту книгу, которая у меня здесь на экране. Это копия книги. Все, о чем мы будем говорить сегодня вечером, описано в этой книге. Таким образом, в этом документе представлены результаты расследования крушения НЛО, полные отчеты о ходе расследования, все отчеты о состоянии дел. И Кэрри, когда вы ознакомитесь с этим документом, вы увидите, что это не для слабонервных. Вы должны быть человеком, действительно заинтересованным в этом предмете, чтобы действительно вникнуть в это, потому что это очень трудоемкий процесс. Нужно много читать. Здесь нет наглядных пособий. По сути, здесь нет ни картинок, ни рисунков. Здесь нет полноцветных иллюстраций. И вот три года назад я подумал, знаете, что должно произойти? Кому-то нужно пройтись по этой книге тонкой зубной щеткой, выделить все важные моменты и нанести их на очень хороший карандашный рисунок. Исходя из этого, мы используем это в качестве руководства для выполнения полноцветной визуализации. И в течение последних трех лет именно этим я и занимался, пытаясь оживить эти случаи и сохранить важную часть нашей национальной истории. Это и есть цель всего происходящего здесь. Так что давайте продолжим здесь. Хорошо, Кэрри, поехали бы вы в Вегас, если бы знали, что шансы 119 к 1 в вашу пользу. Хорошо и так, если бы вы поехали в Вегас и сели за колесо рулетки, а там было 120 пробелов. И у нас есть 119 случаев аварийного восстановления в публикации StreamFiled, и мы поставили бы 100, и мы будем побеждать каждый раз. Мы почти не можем проиграть. Так что шансы здесь на нашей стороне. Все в порядке. Теперь все, что нам нужно, чтобы один из этих отчетов оказался правдивым, и весь аргумент в пользу отсутствия аварийных восстановлений полностью развалится. Все, что нам нужно, это один человек. Вот и все. Шансы на нашей стороне. Так что на самом деле у них 119 к 1 перевес на нашей стороне. Здесь мы почти не можем проиграть. Хорошо, я хочу отдать должное Руди Гордея. Это мой художник, который сделал все карандашные наброски. Я хочу отдать ему должное за его работу. И мы начнем нашу презентацию здесь, Кэрри. Сейчас 1942 год. Таким образом, мы уже за 5 лет до Розуэлла. Здесь мы уже за 5 лет до Розуэлла. Мы находимся на военной базе к северу от Джорджии. Хорошо, даже Леонард не знал откуда взялась эта штука, но это была военная база к северу от Джорджии. Эта штука была 15 футов в поперечнике и 10 футов в высоту. Когда она упала, в борту корабля образовалась дыра, похожая на выступ скалы. Строим. Хорошо, значит дыра все-таки была. Теперь четверо членов экипажа были взяты живыми, и в этом корабле было три разделительных сегмента. Верхняя часть, которую Руди нарисовал на этом подробном рисунке, верхний уровень, который вы могли бы назвать первым уровнем. Имел экран дисплея с кнопками-переключателями, циферблатами и рычаги. Под ним было что-то вроде основной секции, в которой стояло что-то похожее на четыре барных стула, и они были припаркованы за круглым окном. На нижнем уровне был люк для входа. Хорошо, вот в этом-то и заключается суть дела. И эти балки были высотой около пяти футов. У них была слишком большая голова, слишком большие глаза, щель вместо рта и маленький нос. У них была молочно-белая кожа. А теперь я хочу упомянуть, что по внешней окружности днища этого корабля, было нанесено что-то похожее на иероглифические надписи с отступами. Давайте перейдем к следующему слайду, здесь немного увеличим изображение. Кэрри это то, что мы видим во многих случаях аварийного восстановления. Некоторые из них были обнаружены на дне океана недалеко от побережья Окинавы. Мы видим корабли с иероглифическими надписями. Поэтому я думаю, что где-то должна быть транснациональная команда техников в белых лабораторных халатах, которые отчаянно пытаются взломать лингвистический код, чтобы попытаться выяснить, что же это такое. Все это значит, там должны быть каталоги этого материала и люди, которые пытаются разобраться во всем этом. Это должно быть по умолчанию, это должно быть здесь. Хорошо, следующий пример. Райтфилд, Дейтон, Огайо, 1946 год. Текс Мартин, главный свидетель. Ему все это время было 6 лет. Это восстановленные данные о крушении НЛО, страница 242-243 в книге. Так что если кому-то интересно прочитать больше, я просто приглашаю вас взять эту книгу, и вы можете просто следовать по ней. Сейчас мы хотим помнить, что в 1946 году, это все еще было Райтфилд, Дейтон, штат Огайо. Военно-воздушной базой Райт-Паттерсон она стала только в октябре 1947 года. Так что мы все еще говорим о Райтфилд, Дейтон, штат Огайо. Так вот, этот мальчик Текс Мартин сопровождает своего отца, который работает на базе инженером по авионике, и он находится там целый год. Он очень хорошо учился в школе, и поэтому его отец позволил ему присоединиться к нему на базе на целую неделю. И вот они находятся в этом кафетерии, который соединен дверью с главным ангаром. И он заговорил, это тот самый мальчик. Он разговаривает со сторожем, и этот сторож покупает этому шестилетнему мальчику банку содовой в торговом автомате. Сейчас, пока все это происходит, эти две двери закрываются, но не раньше, чем этот мальчик заглянет внутри этого ангара, хорошо? А затем, слева от этих дверей, был дверной проем, который был открыт, и он заглянул внутрь этого дверного проема. Что же он увидел? Вот здесь показан первый проход. Это что-то вроде взаимосвязей в начале иллюстрации. Итак, он смотрит в дверной проем и видит, что это первый черновой набросок, выполненный Руди. Он видит двух парней с 18-колесным тракторным прицепом и таинственными обломками, покрытыми брезентом и цепями. А часто на заднем плане находится дискообразный аппарат диаметром 20 футов с треногой шасси Пога. И он смотрит на все это. Хорошо, давайте перейдем к следующему слайду. Вот примерная иллюстрация первого прохода. Итак, на полу на носилках лежали по меньшей мере три тела инопланетян, а также два 18-колесных тягача с прицепом Лоубэй и загадочные обломки. Мы не знаем, что это было. Возможно, это было что-то еще, кто знает. Но они были там, и там была пара джипов, но он там. И вы можете видеть его на заднем плане. Так что давайте возьмем все, что мы узнали из отчета, который Леонард опубликовал в своем информационном документе. Мы сопоставим это с рисунком Руди и перейдем к полному уточненному рисунку Кэрри, и вот что у нас получилось. Теперь мы можем видеть, как этот случай прорисовывается здесь. Маленький мальчик смотрит в дверной проем на заднем плане. У этого летательного аппарата диаметром около 20 футов была приподнятая плоская секция, которая была обернута по внешней окружности. На Земле рядом с летательным аппаратом лежали по меньшей мере три тела инопланетян. Так вот, пока все это происходило, на четвертый день, который должен был приходиться на четверг, потому что он пробыл там всю неделю, полковник снова увидел этого маленького мальчика. О том, что он заглянул в этот дверной проем, и отец получил серьезный выговор. У него были серьезные неприятности. На самом деле из-за этого его уволили. Так что он потерял всю свою работу, втянув в это своего сына. Но что мы хотим сделать сейчас с Кэрри, так это взять эту иллюстрацию, этот очень хороший проработанный рисунок, и перейти к полной цветопередаче. И вот что придумал Кристофер Пейн. Джоэл Кристофер Пейн придумал эту полноцветную передачу. Эта штука была не совсем белого цвета, немного отличающегося от того, который мы обычно видим. Обычно мы видим эти изделия из хромированного металла с отражающим алюминиевым покрытием металлического типа. Этот был не совсем белого цвета, но просто чтобы дать представление о том, как бы это могло выглядеть, если бы мы были там в 1946 году. Хорошо, следующий. Райт Филд, Дейтон, Огайо, 1946 год. Первоисточником был рядовой из отдела управления документами, а источником на это книга Кларка Макклеллана «Космос», последний рубеж, страница 59. Так вот, у этого рядового из отдела управления документами был друг, который работал на базе. Он был членом парламента. Так что давайте перейдем к следующему слайду. Здесь показана обложка книги, где я получил эту информацию. И этот член парламента рассказал об этом рядовому, который доставлял это важное письмо высокопоставленному военному начальству на здешней базе. Он сказал, знаете что, у меня есть кое-что, что я хочу вам показать. И он подвел его к задней стенке вешалки, где на полу стоял летательный аппарат в форме диска диаметром 15 футов и высотой 7 футов. У него была плоская секция, обернутая по внешней окружности. Это оригинальный набросок из отчета. Там была секция прозрачного окна, обернутого по периметру. Там была центральная колонна диаметром в 3 фута, которая поднималась от центральной части корабля вверх через центр и соединялась с верхней частью без каких-либо заклепок. Там не было ни швов, ни сварных швов, ни крепежных элементов с торцевой головкой. На этой штуке не было никаких крепежных элементов. Эта штука была антисептически стерильна. Она выглядела так, словно была напечатана на трехмерном принтере на атомарном уровне, соединяя атомы друг с другом. Вот как это выглядело. Так что давайте перейдем к моему чертежу в AutoCAD. И если вы посмотрите сюда, в правом верхнем углу, то увидите вырез, который я сделал, чтобы отогнуть кожу и показать внутреннюю часть. И я хочу обратить ваше внимание на эту маленькую красную точку. Вы можете назвать ее той, что находится слева от экрана. Центральное окно. Эта красная точка указывает на место попытки проникновения, где они использовали сверла с алмазными наконечниками, чтобы проникнуть внутрь. И у меня есть два других случая в этой коллекции, где у нас есть техники в белых лабораторных халатах, которые отчаянно, и я говорю об отчаянных попытках нарушить правила праздника. Комната для рукоделия. Они не могут попасть внутрь. Они не могут попасть внутрь. Так что давайте перейдем к следующему слайду. А теперь вы можете увидеть мою довольно детскую иллюстрацию первого прохода, которую я сделал просто для того, чтобы дать представление о том, как это могло выглядеть здесь. Давайте попробуем сделать рендеринг здесь немного лучше. Это работа Джозефа Рейта. Я хочу отдать должное Джозефу Рейту, он проделал действительно хорошую работу, заставив эту вещь ожить. Вы можете видеть этот вид полированного алюминиевого корпуса. На детальном изображении в правом верхнем углу, где показана центральная колонна, он действительно снял обшивку. Это то, что мы видим на многих подобных летательных аппаратах, даже на беспилотных летательных аппаратах, эта центральная колонна проходит через центр. Так вот откуда у них взялась идея всего этого. Хорошо, давайте теперь перейдем к рисунку Руби на этом рисунке. Хорошо, а теперь подождите секунду, и вот что произошло. Это было в 1940-х годах, верно? Сейчас 1946 год. Это было еще до Розуэлла. Да. Да. Хорошо, я просто хотела еще раз подчеркнуть это. Это пришло из железнодорожного вагона из Арканзаса. Вот откуда взялась эта штука. Хорошо, могу я задать вам еще один вопрос. Вы когда-нибудь пытались связаться с Грушем, или он сам когда-нибудь пытался связаться с вами? Это вы? Я приготовил мелкую картошку фриз карри. У меня нет таких контактов. Но у вас же есть все доказательства. Ну что же, вы знаете, вот и все. Вы же знаете, это вы. Сделайте это. У меня нет, у меня нет такого контекста. Ну что же, он должен был бы смотреть на ваше лицо. На ваши вещи. Кто знает, кто знает. Должен же быть кто-то, кто спускается вниз, проводит бурение, остается и хранит эту историю. Кто-то же должен это делать, верно? Кто-то же должен это делать. Хорошо, так что продолжим здесь. На переднем плане переноска, у нас есть ящик с инструментами. Все это есть в отчете. Слева была небольшая электрическая дрель с алмазным наконечником, которая была обнаружена в трех других случаях. Справа от этого рисунка был свернутый брезент. Итак, давайте возьмем все, что мы получили из первоначального отчета и эскиза, свяжем это с рисунком Руди здесь и перейдем к полной цветопередаче. А вот что придумал Джозеф. Теперь мы можем видеть, как это проявляется здесь. Вы правы. И по мере того, как мы разбираемся с этими случаями, вы знаете, количество судов растет, количество погибших растет. И правительству Соединенных Штатов становится все труднее скрывать все это, не так ли? Таким образом, они должны диверсифицировать свой портфель ценных бумаг. Таким образом, у них есть некоторые активы на военно-воздушной базе Райт-Паттерсон. Они разместили некоторые активы на военно-воздушной базе МакГилл. Они разместили некоторые активы на военно-воздушной базе Эглин. Они разместили пару самодельных Эдвардсов. Понимаете, они разложили эти вещи по полочкам. У них не может быть ни одного точечного сбоя. Поэтому они должны разместить все эти активы здесь. Давайте перейдем к следующему вопросу. Индейская резервация хапагосов к западу от Глоуба, штат Аризона, январь 1947 года. Итак, мы уже два года здесь, а до Розуэла еще далеко. К северу от гор Суеверия, первоисточник служил в военно-морском флоте США во время Второй мировой войны. Источником для этого послужили данные о крушении НЛО, страница 93, случай 810. Так что если кто-то захочет ознакомиться с книгой, вы можете прочитать более подробную информацию. Хорошо, итак у нас есть главный очевидец и его друг. У них что-то вроде приусадебного участка. Они находятся в этом джипе и едут по неухоженной дороге. Они едут по пустынной местности и их останавливают двое полицейских, которые бросают им вызов. У них просят предъявить документы. Пока все это происходит, они смотрят влево еще примерно на 250 футов и видят этот летательный аппарат в форме тарелки диаметром 30 футов, который врезался в угол в 40 градусов. У него был купол на вершине. По внешней окружности аппарата были обмотаны два кольца, которые затем можно было переносить. На нем было что-то похожее на вырезанные оконные секции, которые были обмотаны по внешней окружности аппарата. Им было приказано немедленно покинуть это место, но они прибыли туда в нужное время, потому что это была самая ранняя стадия поисково-спасательной операции. Поэтому было намного сложнее сохранить все в тайне, потому что это было очень рано. Итак, мы собираемся взять отчет Леонардо, связать его с рисунком Руди и перейти к полной цветопередаче. И вот что сказал Джозеф Пейн. Придумал это просто для того, чтобы дать представление о том, о чем мы здесь говорим. И еще раз повторяю, сейчас 1947 год. Так что мы уже здесь. Это потрясающе. Мне это очень нравится. Да, и мы еще даже не добрались до Розуэлла. А теперь, если учесть, что произошло на мысе Херардо в 1941 году, а затем учесть битву в Лос-Анджелесе, где предположительно были обнаружены еще два корабля. А затем учесть, что в 1933 году Италия потерпела крушение при поиске. Сейчас у нас 6,7 часов пути, а мы еще даже не добрались до Розуэлла. Хорошо, давайте продолжим движение. Ракетный полигон Уайтсенс, 4 июля 1947 года. Теперь мы, наконец, в Розуэлле. Это сержант-техник военно-воздушных сил армии США. Это военный источник информации из первых рук. Данные о крушении НЛО получены на странице 196. Теперь на этом слайде я показал вам периметр ракетного полигона Уайтсенс, и мы перейдем к следующему слайду. А вот как это выглядело, когда оно упало. Это судно в форме тарелки диаметром 150 футов. Вся операция проводилась ночью. Поэтому им пришлось взять с собой все эти легкие предметы. Им пришлось взять с собой эти прожекторы. У них были эти гигантские осветительные приборы, которые освещали различные участки, которые по сути освещали всю сцену целиком. Там были люди со счетчиками Гейгера, прожекторами, которые ходили вокруг этой штуки, проверяя ее на радиоактивность. У них было несколько палаток справа. Там был военный транспорт размером 6 на 6 дюймов. Очевидно, там были джипы с военнослужащими. А теперь я также хочу упомянуть, что у них велась фотосъемка как на неподвижную камеру, так и на кинопленку. Так что у них есть доказательства этого, Кэрри. Мы говорим о неподвижной фотографии и направляющих для кинопленки. Дело сделано. У них это уже есть. Так что давайте перейдем к полной цветопередаче, и вот как это могло бы выглядеть, если бы мы были там в 1947 году. Просто невероятное зрелище и... Вы прекрасны. Мы должны добраться до этих улик, пока не стало слишком поздно. Так что перейдем к пункту, требующему принятия мер. Поскольку это событие было заснято на фото и видеопленку, сенаторы и конгрессмены, имеющие соответствующие допуски, должны найти и использовать эти доказательства для будущих публичных слушаний. Это должно произойти немедленно. Но здесь возникает проблема, потому что есть много сенаторов и конгрессменов, которым не нужно знать об этом, и они не были ознакомлены с этими программами. Так как же они могут получить доступ к чему-то, о чем они никогда не были осведомлены? Именно с этим мы сейчас сталкиваемся в Конгрессе. Мы набираем обороты. Хорошо, но позвольте мне также сказать, что Луна и Беркетт, я думаю, они оба состоят в Конгрессе, не так ли? Они были на слушаниях по делу ОАП, а также встречались с прессой после этого, и Беркетт, я думаю, с тех пор довольно часто появлялся в средствах массовой информации. Они, вы знаете, были отстранены от работы. Они были среди тех, кому было запрещено посещать базу, верно? Туда, где им должны были показать какое-то судно. А что это была за база? Это была Паттерсон или нет? Этот снаряд только что был на ракетном полигоне у Айценс. Нет, но я имею в виду Беркетт. А помните ли вы Беркетт и... Я точно не знаю. Да, я думаю, это было где-то там, возможно, в Огайо. Возможно, это было, ну, знаете, где-то там. Но в любом случае я просто хочу сказать, что эти люди пытаются получить доступ, чтобы увидеть все это. Поразительно думать об этом. Но у наших членов Конгресса нет доступа. У них недостаточно высокий уровень допуска, чтобы получить реальную информацию или увидеть корабль. Поэтому вам нужен специальный билет. И я знаю, что Кэтрин Остин Фитц, одна из тех, кого пригласили хотя бы посмотреть на тело. Я не разбираюсь в ремесле, а она работает финансовым консультантом. И она была министром жилищного строительства, по-моему, при... Вау, я забыла, кто это был. Возможно, это был Рейган или кто-то еще. В любом случае, у нее неплохое резюме. Она отказалась осмотреть тело, потому что, я думаю, она думала, что это будет слишком шокирующе, или она не сможет с этим справиться, или что-то в этом роде. С тех пор она действительно увлеклась черными проектами и именно тем, о чем вы говорите. Вы когда-нибудь разговаривали с ней? Я знаю о ней. Она великий исследователь. Абсолютно великий исследователь. Да, вы правы. Она проводит фантастические исследования. Хорошо, Анна. В курсе вашей работы. Это моя работа. А она знает о моей работе? Скорее всего, нет. Это просто безумие какое-то. Так вот, эти люди должны объединиться в одну команду. Продолжайте. Все в порядке. Другая проблема, с которой мы сталкиваемся, Кэрри, заключается в том, что грязная сделка, которую правительство Соединенных Штатов заключило с оборонными подрядчиками на раннем этапе, например, в начале 1940-х годов, заключается в том, что правительство сказало, мне все равно, что вы делаете. Вы знаете, что касается этих кораблей. Все, что мы хотим знать, это как все это работает, чтобы мы могли использовать технологию для совершенствования оружия. Вы знаете, это действительно то, что они сделали. Поэтому они сказали, что вы можете коммерциализировать это. Вы можете позволить этому просочиться в коммерческую индустрию. Вы можете заработать на этом миллиарды. Все, что мы хотим знать, это как это работает. Так что в итоге получается, что информация, связанная с восстановлением данных после сбоя, не обязательно является секретной, она является частной собственностью. И именно поэтому оборонные подрядчики заплатили высокопоставленным военным в Пентагоне, а также в Конгрессе, чтобы держать эти вещи в секрете. И вот с чем мы здесь сталкиваемся. Значит, это частная собственность. Да, это довольно интересно. Хорошо, да. Это еще один уровень секретности. Все в порядке, данные о крушении НЛО в 1947 году были обнаружены на складе университета Беркли. Альберт Брюс Коллинз, ныне покойный, является основным очевидцем. Он был инженером-металлургом. В книге приводится ссылка на страницу 197, посвященную обнаружению НЛО. Так вот, он оказался в нужном месте в нужное время, когда этот 18-колесный тягач с прицепом Лоубой въехал задним ходом на склад университета Беркли. Вы можете в это поверить или нет? Вот как все произошло. Давайте обратимся к рисунку здесь. И то, что он увидел, было это яйцевидное судно длиной 30 футов на прицепе трактора, высотой около 15 футов. И эта штука в буквальном смысле выглядела как треснувшее яйцо. Хорошо, значит у вас есть трещина, идущая по центру. В передней части этой яйцевидной трещины длиной 30 футов была установлена композитная панель. В центре находился яичный желток диаметром 3 фута, который был обернут по внешней окружности другой композитной панелью. Вокруг его внешней части были обернуты две плоские секции, а затем кэри, если вы посмотрите в правом нижнем углу. Оттуда вылетело что-то похожее на обломки или шрапнель в правом нижнем углу этой штуки. Так это был внутренний взрыв? Был ли это его собственный корабль? Или это была двигательная установка чего-то гораздо большего? Если эта штука уже имеет 30 футов в поперечнике и движется в чем-то большем, то насколько большой может быть эта штука? Так что это то, что мы также должны учитывать. Итак, давайте возьмем рисунок Руди и перейдем к полной цветопередаче. И вот что придумал Джозеф Пейн здесь. А теперь вы видите нашего технического специалиста, эксперта в области металлургии. Мы полностью устранили пробоину сбоку. Так вот, нам следует иметь в виду одну вещь. Было бы довольно сложно вывести это из Беркли, но если бы мы могли вынести небольшой кусочек обломков, то смогли бы это сделать. Если это станет достоянием общественности и может быть проанализировано в третьей независимой аналитической лаборатории, то это во многом поможет распространению информации здесь. Потому что нам действительно нужно, чтобы эта информация попала в руки научного сообщества как объединенной коалиции. Следующий пример, морковная грядка к югу от Саллины, Калифорния, июль-август 1947 года, двое 19-летних рабочих действительно наткнулись на это. Теперь они были предупреждены об этом бригадиром, который знал, что это произошло накануне вечером. Итак, на следующее утро эти двое 19-летних рабочих находятся на этой грядке с морковью, и этот бригадир подходит и говорит, «Эй, ребята, вам нужно подойти сюда и сделать снимок. Посмотри на это». И что же они увидели? Они увидели вот это. Это оригинальный набросок из отчета. В 1947 году краб в форме тарелки диаметром 9 футов и высотой 4 фута, так что он небольшой. У него две оконные секции с углублениями, расположенные по внешней окружности. А затем мы перейдем к следующему слайду. Точка отмечена крестиком. Так что согласно этой карте я, вероятно, смогу показать вам плюс или минус 500 футов, где упала эта штука. Но это было очень давно, так что там не должно быть никаких обломков. Но слева вы можете увидеть шоссе номер 1. Перед вами шоссе номер 101. Так что технически мы могли бы подъехать очень близко к тому месту, где эта штука упала, и перейти к следующему слайду. Это был первый проходной чертеж AutoCAD, который я сделал несколько лет назад и на котором показано, как выглядит эта штука. Диаметр 9 футов. Сверху у нее что-то вроде плоской секции, два окна с углублениями, а высота 4 фута. А теперь перейдем к полноцветной иллюстрации первого прохода, которую я сделал давным-давно, просто чтобы дать представление о том, как может выглядеть эта штука. А затем мы перейдем к рисунку Руди. Итак, до того как туда прибыли военные, эти два 19-летних мальчика подошли к этой штуке. Один из них даже пнул ее ботинком в бок. Так что он действительно соприкасался с этой штукой. Теперь в течение пяти минут после прибытия этих двух мальчиков на место происшествия, туда как обычно прибывают военные. Потому что они должны держать эти королевские драгоценности в секрете. Им приказано немедленно покинуть территорию, но они все равно были достаточно близко, чтобы наблюдать за всей этой операцией по поиску. В конце концов они увидели, как они погрузили аппарат на 18-колесный тракторный прицеп, а затем вывезли его отсюда. Итак, это все хронология 1947 года. А теперь давайте перейдем к полной цветопередаче, просто чтобы дать представление о том, как на самом деле выглядит эта штука здесь. Если бы мы были там на месте происшествия, и вы можете видеть, что количество поделок продолжает расти по мере того, как мы углубляемся в эти случаи. Ничего себе. И я собираюсь продолжить. И это в Соленасе, штат Калифорния, верно? Да, в Соленасе, штат Калифорния. Да. Да, все верно. Из всех возможных мест именно на морковной грядке. Хорошо, давайте перейдем к следующему. Летающий товарный вагон С-119. Долина Сьерра-Мадре, Мексико, до 1941-1951 годов, так что моя лучшая гостья Кэрри. На этот раз 1948 года рождения. А первоисточником был инженер. Он занимался строительством автомобильных дорог. Это страница 32 в книге. И когда самолет потерпел крушение, военные Соединенных Штатов обратились за помощью к этому инженеру по строительству автомобильных дорог. И по сути я собираюсь перейти к следующему слайду. Откуда мы знаем, что этот летательный аппарат был 9 футов в диаметре? Это просто, потому что если вы возьмете рулетку и измерите ширину внутренней стенки летающего товарного вагона С-119, то получится 9 футов 10 дюймов. Вы должны оставить зазор в 5 дюймов с каждой стороны. Это дает вам 9 футов в диаметре. Ширина не может превышать 9 футов в диаметре. Итак, давайте посмотрим, как на самом деле выглядит эта штука, и вот рисунок Руди. Итак, вы можете увидеть, как они пытаются поднять это летательное устройство в задние створчатые двери грузового отсека С-119. Просто невероятная сцена. Так что мы здесь говорим не о большом летательном аппарате. Так вот, в отчете, который был небольшим, но все же важным, главный очевидец сообщил, что были обнаружены три тела, которые были сожжены. Они сильно обгорели. Итак, давайте перейдем к полной цветопередаче здесь. И теперь вы можете увидеть Джозефа Рейта и то, что у нас здесь есть на заднем плане, вы можете как бы видеть, как это судно заносит в двери раскладушки. А на переднем плане, вы можете видеть вот эти обгоревшие тела. Это была неприятная сцена. Здесь была ужасная сцена. Мы устроим небольшой взрыв. Теперь вы можете видеть, как корабль появляется в поле зрения. И я хотел бы знать, куда исчез этот корабль, не так ли? Это еще один корабль, который они нашли. Давайте перейдем к следующему слайду, и теперь вы сможете увидеть этих существ. В отчете говорится, что инженер-строитель подошел к одному из этих тел. Он положил руку на его лицо, а затем, когда он поднял ее, кожа прилипла к его пальцам. Так что чем бы или кем бы это ни было, для них это плохо закончилось. Здесь они сильно обуглились. Хорошо, давайте перейдем к следующему. Военно-морская авиабаза Саннивилл, Калифорния, ангар номер один 1950 года постройки. Первоисточником информации был оператор радара. Теперь, Кэрри, я вас знаю. Разве это не поле Мафета? Да, этот ангар все еще стоит. Я был в нем. Вот это. Я там родилась. Вы там родились. Все в порядке. Входите. Это поле. Военный госпиталь. Он находится прямо здесь, на базе. И именно там со мной тоже что-то случилось. Так вот почему. Кэрри, эта вешалка такая большая, что у нее есть своя погода. Я знаю. Вы не представляете, насколько велика эта штука. Так оно и есть. И на самом деле это, знаете ли, национальная достопримечательность. И ее следует сохранить. Знаете, я думаю, что на самом деле они либо строили что-то вокруг нее, либо демонтировали. В последний раз, когда я проезжала мимо по автостраде, я видела, как они что-то делают с этим ангаром. Все в порядке. Я не знаю, слышали ли вы это. Я не уверен, что правильно расслышал это. Все в порядке. Хорошо, значит, в данном случае первоисточником был оператор радара, который зашел в этот ангар и случайно столкнулся с чем-то невероятным. Я собираюсь перейти к следующему слайду. О, вот мы и начали. И он видит это судно в форме тарелки диаметром от 80 до 100 футов. На его вершине был небольшой купол. Это рисунок Руди, когда я отдаю ему должное. Там были иллюминаторы, расположенные по внешней окружности самого корабля, и охранник по сути потребовал от него забыть то, что он видел. Это было там в то время, но я хочу подняться еще на один слайд, чтобы вернуться туда, где мы были, и я хочу передать вам его слова. Вот заявление. Вот что он сказал, цитирую, «Это определенно был не наш самолет». Такова была его оценка. И так это было в далеком 1950 году. Этот большой летательный аппарат в форме тарелки диаметром 100 футов припаркован в этом районе, и он случайно зашел туда и увидел его. Это происходит снова и снова. Если вы окажетесь в нужном месте в нужное время, вы сможете увидеть все это, как в 40-х и 50-х годах. С тех пор, как вы знаете, эти вещи стали гораздо более надежными. Но раньше вы могли видеть эти вещи. Вот, пожалуйста, Альбукерки Джорнал, 18 марта 1950 года, и все это здесь в порядке нумерации. Сотни людей в Фармингтоне сообщают о большом количестве летающих тарелок. Очень важно, чтобы мы поговорили об этом. А теперь скажите, почему это так важно. Мы говорим здесь о начале 50-х годов. Пилотам реактивных самолетов было приказано сбивать летающие тарелки в режиме 24-часового оповещения об ошибках. Это Cincinnati Inquirer от 29 июля 1950 года. Итак, в начале 50-х годов 1952 года военно-воздушные силы отдали нашим пилотам постоянный приказ сбивать эти летающие тарелки. Они отчаянно пытались сбить эти летающие тарелки абсолютно точно. Вот еще несколько газетных вырезок. Самолеты 24 часа в сутки находятся в состоянии готовности к появлению тарелок. Пилоты отдают приказ сбивать объекты, если они не приземляются. На пути следования тарелок пилотам приказано сбивать их самолетами в режиме 24-ховой готовности, чтобы сбивать тарелки. Хорошо, теперь это самолеты того типа, которые были подняты в воздух, чтобы преследовать эти объекты и сбивать их. F-94 Starfire. И если вы отправитесь в музей авиации и космонавтики Пима в Тусоне, штат Аризона, вы сможете увидеть одну из этих машин, припаркованную снаружи. Теперь у нее закрылки ракеты в носовой части находятся в закрытом положении. Вам нужно пройти весь путь до музея военно-воздушных сил в Дейтоне, штат Огайо, чтобы увидеть тот, который у них есть, с закрылками в убранном положении. Итак, теперь вы можете видеть ракеты, готовые сбить эти дискообразные летательные аппараты, но это были четверки F-90, которые были сбиты. Пытаюсь перехватить эти дискообразные летательные аппараты. Вот рисунок Руди, который показывает вам, как примерно мог выглядеть этот перехват. Так вот, в 1952 году мы два раза подряд пролетали над Капитолием в Вашингтоне, округ Колумбия. Итак, это произошло в начале 1950-х годов. А теперь скажите, почему все это так важно. Потому что это подводит нас к письму, которое Милдрид Бесселл написала Леонарду 2 октября 1979 года. И я думаю, что нам важно прочитать это здесь. Вот что эта леди говорит Леонарду здесь. Я слышал ваше выступление на симпозиуме Мафон в Дейтоне в прошлом году, и меня заинтересовали ваши исследования по поиску третьего вида. На прошлой неделе я выступал с докладом в местной библиотеке, и в ходе последовавшей дискуссии один парень сказал мне, что когда он был стрелком в воздухе Форс, он разрядил все свое оружие в НЛО и сделал снимки с помощью своей оружейной камеры, на которых было отчетливо видно, как снаряды взрываются о борт летательного аппарата. Он сказал, что камера была снята с крыла его самолета, когда он приземлился, и снимки проявились. В два часа ночи пришли двое военных полицейских, подняли его с постели и отвели в аудиторию базы. Они снова и снова прокручивали 17 лет секундный ролик с НЛО и допрашивали его и двух других членов экипажа до 10 утра. Его предупредили, что никогда не чтобы рассказать кому-нибудь о том, что произошло. Он сказал, что у него есть жена и семья, хорошая работа и ему есть что терять. Он, казалось, боялся ЦРУ и даже не назвал мне своего имени. Итак, вот отчет из первых рук от пилота, который опустошил весь магазин патронов. Снаряд попал в бок этой штуки, и они засняли все это на камеру наблюдения. Итак, вы знаете, Кэрри, что существуют сотни и сотни тысяч таких видеозаписей с камер наблюдения за оружием, начиная со Второй мировой войны, Кореи, Вьетнама, бури в пустыне. Вплоть до наших дней, где у них есть склады, полные этих видеозаписей с камер наблюдения за оружием и черно-белых глянцевых фотографий размером 8 на 10 дюймов. В фотографии всех этих перехватов и других НЛО из военных источников. Это именно то доказательство из первых рук, которое нам необходимо представить на слушаниях в Конгрессе. Да, это потрясающе. Я уверен в этом. Хорошо, следующая библиотека секретных материалов находится на неизвестной базе военно-воздушных сил США. Первоисточником был бывший военный офицер, страница 212, страница 213. Так что он находится в этой библиотеке материалов. У него есть соответствующий допуск секретной информации. Он открывает один из этих картотечных шкафов и начинает вытаскивать эти папки из плотной бумаги и просматривать эти папки из плотной бумаги. На одной из них была надпись «Аварийное восстановление». Так что он заглядывает внутри этой папки и вот что он видит. Это рисунок Руди, а это Фармингтон, штат Нью-Мексико. Так вот, здесь у нас есть этот галстук от Фармингтона. Это сделано до 1950 года. Он видит фотографию корабля в форме диска диаметром 36 футов. У него был купол на вершине. По всей окружности были иллюминаторы, а затем было небольшое отверстие размером с карандаш, в которое можно было просунуть маленький карандаш. По сути, это было очень маленькое отверстие, которое находилось внутри одного из этих окон с отверстиями для свинины. И я хочу остановиться на некоторых ключевых моментах в справочном материале, о котором он говорил здесь. Все это содержится в издании Springfield Publication. Во-первых, у военного офицера был соответствующий допуск, который давал ему доступ к библиотеке секретных материалов. Во-вторых, в отчете, который видел свидетель, упоминались авиакатастрофы и то, что тела были найдены. Это было в далеком 1950 году. Кроме того, сверла с алмазными наконечниками и ацетиленовые горелки были использованы для получения доступа к внутренностям эталонного самолета 1946 года выпуска, о котором мы уже говорили, а затем к делу 1963 года, о котором мы поговорим позже. Поговорим об этом позже здесь. В-четвертых, в конце концов, техникам удалось получить доступ внутрь корабля через небольшой входной люк. В отчете, касающемся двери, говорится, что это выглядело так, как будто материал корабля расплавился, а затем снова затвердел. Итак, суть в том, что когда эти специалисты в лабораторных халатах осматривают внешнюю обшивку этих кораблей, входные люки настолько полностью интегрированы в корабль, что их невозможно установить. Там есть лезвие бритвы. Это почти как жидкий металл. Именно об этом мы здесь и говорим. Именно об этом нам говорят эти специалисты в лабораторных халатах. Хорошо, следующий пример, Пентагон, 1952 год. Это офисный работник, страница 152 в первом книжном шкафу, и этот конкретный офисный работник, по-видимому, спустился в подвальное хранилище Пентагона. В Пентагоне действительно есть хранилище, где хранится много этого материала. Я не могу сказать, там ли он еще, но по крайней мере рядом. В 1952 году он определенно там был. Итак, она проходит через двойную дверь в эту закрытую комнату, где темно и грязно. Там сложено несколько картонных коробок. Она поворачивается на 180 градусов и видит маринованного инопланетянина в стеклянной банке. По сути, это то, что она видит. В течение пяти секунд ее задерживает военная полиция, ей приказывают немедленно покинуть территорию, а затем она должна подписать документы, в которых говорится, что она не собирается говорить об этом. Ну что же, в конце концов, Леонард связался с ней, чтобы получить комментарий. Она не хотела это обсуждать, но я собираюсь обратиться к иллюстрации Джозефа, которая, возможно, выглядела примерно так в подземном хранилище в Пентагоне. Хорошо, мы перейдем к следующему слайду. Датон Монтана, 1953 год, первоисточник, человек по имени Сесил Тенни. Он был гражданским лицом. Это страница 16 в книге. Он ехал по этой дороге, не обращая внимания на встречное движение. Он увидел этот большой летательный аппарат сигарообразной формы. Он накренился под углом 45 градусов, его диаметр составляет от 150 до 300 футов, и он извергает дым и пламя, а машины едут в противоположном направлении. Наблюдая за всем этим, он заметил, что у них загорелись выхлопные трубы. И поэтому он проехал по дороге еще пять миль. Он зашел в таверну и составил отчет. Позже офицер полиции также составил отчет, и владелец бара по сути рассказал об этом главному очевидцу. И он сказал полицейскому, что несколько минут спустя появился еще один джентльмен, который подал заявление. В ту ночь главному очевидцу позвонил командир местной базы, которую вы видите здесь на рисунке Руди. Генерал сказал, я хочу вас видеть. И вот на следующее утро он появился. Его допрашивали в течение двух часов. По сути, его заставили подписать соглашение о неразглашении. А затем, когда его вывели с базы, там появились двое мужчин, у которых на плечах были мешки с картошкой. Один из них споткнулся и упал, и этот мешок с картошкой свалился с его плеча, и он увидел то, что было похоже на Кэрри. Он описал это как части человеческого тела, которые все еще находились в этом мешке. Так вот, он не знал, были ли они человеческими. Может быть, они и были инопланетянами, кто знает, но для него они выглядели как части тела, просто сообщающие о том, что было описано в этой книге. Так вот, на самом деле это произошло позже на военно-воздушной базе Грейт Фоллс, ныне военно-воздушная база Мальмстрём, которая, как вы знаете, является домом для крупных инцидентов НЛО в 1967 году. Я должна выпустить свою собаку на улицу. Продолжайте говорить. Хорошо, продолжайте говорить. Там, где у нас есть Роберт Солейс, все в порядке. Я его знаю. Я брала у него интервью. Это первоисточник, главный очевидец. Это Грейт Фоллс Трибюн, 28 сентября 2010 года, бывшие офицеры военно-воздушных сил обсуждают случаи наблюдения НЛО. У нас было отключено не менее 10 шахт с ядерными межконтинентальными баллистическими ракетами минимум в 10, минимум в 10 часов. Вот рисунок Руди, на котором показано, как это выглядело на самом деле. Итак, офицер, отвечающий за управление запуском, находится в нижней части бункера в комнате управления запуском. Наверху у нас есть этот НЛО, и они общаются, вы знаете, он нарушает воздушное пространство здесь. А позже, когда прибыли инженеры Боинг, они не обнаружили абсолютно ничего плохого в этой операции управления запуском. С компьютером все было в порядке. Итак, кто-то или что-то, обладающее разведывательными данными, отключило наши самые важные средства защиты национальной безопасности. Вот что нам следует здесь рассмотреть. А теперь я тоже хочу поговорить об этом. Это Сан-Паулу, Бразилия, 7 декабря 1954 года. Я хочу обратить особое внимание на этот случай. Это происходит в Бразилии. Огромный объект необычной сигарообразной формы появился над Сан-Паулу, Бразилия, 7 декабря 1954 года. Передняя часть была большой и круглой. Остальная часть фюзеляжа сужалась к низу, напоминая сигару. В задней части самолета были две открытые щели, из которых шел густой дым. На ходовой части объекта было замечено широкое отверстие, из которого с металлическим блеском вышли три диска. Говорят, что они были красного цвета. Два объекта в форме диска разделились. Один из них направился в южном направлении, а другой на север. Третий диск оставался в непосредственной близости от самолета сигары и в течение часа совершал невероятные воздушные маневры. Объект в форме сигары наконец поднялся вверх и исчез всего за 2 секунды. Таким образом, я хочу подчеркнуть, что это не единичный случай. Сейчас у нас есть два независимых сообщения о том, что эти большие сигарообразные летательные аппараты извергают дым. Пламя и взрывы, исходящие из задней части этих летательных аппаратов. Похоже, что они отчаянно пытаются удержаться в воздухе. Вот как это выглядит с точки зрения первичных исследователей, находящихся здесь. А теперь вот одна из наших иллюстраций для первого прохода, просто чтобы дать вам представление о том, как выглядела эта штука. Следующая иллюстрация, Кэмп Полк, Луизиана, лето 1953 года, источник Герман Джонсон. Он рядовой армии. Это дело номер 8, страница 80. И я хочу перейти к следующему слайду. Это рисунок Руди. Первоисточник сказал, что он видел это от начала до конца. Он видел всю операцию целиком. Когда эта штука упала, она была 30 футов в поперечнике. Это был летательный аппарат яйцеобразной формы. Вокруг внешней части его была обмотана какая-то штука, которая все еще вращалась. И там, где эта штука упала, была земля медного цвета, которую можно назвать Сидоной, штат Аризона. Вот как это выглядело в том месте, где упала эта штука. Она все еще была теплой на ощупь. Теперь, когда военная полиция и медицинский персонал прибыли туда, они оказали помощь трем инопланетянам, которые вышли из корабля. На рисунке Руди вы можете увидеть, как они выходят из корабля. Им помогал медицинский персонал. Там было одно тело инопланетянина, которое несли на носилках, и казалось, что между товарищами и их погибшим товарищем происходила какая-то связь, которая поддерживалась. Вытащили на носилках. Так вот, эти существа были ростом от 3,5 до 4 футов. Все они были одеты в цельные, плотно облегающие летные костюмы. У них были слишком большие головы, слишком большие глаза, прорезь для рта и маленький нос. На них были шлемы, которые они носили с собой. На них были варежки. У них не было коленного сустава. И поэтому, когда они шли, у них был этот маневр, когда они поднимались по лестнице, просто странный тип ходьбы, вот как они шли, пошатываясь. Я собираюсь перейти к следующему слайду, и теперь вы можете увидеть, как Джозеф показывает это здесь. На заднем плане у нас есть изображение горящих углей. Повторюсь, этот аппарат имеет примерно 30 футов в поперечнике, а его обод все еще вращается. Давайте немного увеличим изображение. И теперь вы можете увидеть, что за этими существами ухаживает медицинский персонал. Согласно отчету, мы надели на них рукавицы и шлемы. Мы сделаем здесь еще один снимок, на котором вы увидите внутреннюю часть корабля, а сейчас выносим товарища. Перейдем к следующему слайду. А теперь вы можете увидеть увеличенное изображение того, как выглядел этот корабль. Итак, еще раз повторяю, мы уже на пятом, шестом, седьмом месте. Количество погибших растет, количество летательных аппаратов растет. Следующий снимок, военно-воздушная база Райт-Паттерсон, 1953 год. Мне очень нравится этот снимок. Майкл Олви, первоисточник. Он был армейским офицером, служил в резерве армии. Он был уорент-офицером. Страница 15 в книге аннотации номер 8 является источником, откуда я получаю информацию. Так что на этой странице мы должны представить себе сцену. На взлетно-посадочную полосу выезжает четырехмоторный транспортный самолет DC-7. Он въезжает на взлетно-посадочную полосу в один из этих ангаров. Теперь это четвертый ангарный отсек на военно-воздушной базе Райт-Паттерсон. Стрелка, на которую я указал, указывает на ангар, в котором я уже был. Я действительно был в этом ангаре. Сейчас я не могу доказать, что это произошло в этом ангаре, но возможно это было в ангарном комплексе номер 4 на военно-воздушной базе Райт-Паттерсон. Вот входная дверь отсека номер Е комплекса номер 4. Чтобы вы могли представить себе этот DC-7, я собираюсь перейти к следующему слайду. Он въезжает в ангар. Двери ангарного отсека немедленно закрываются. Все это происходит ночью. А на кормовой стороне грузового отсека DC-7 есть дверь грузового отсека, которая открывается, а затем подъезжает вилочный погрузчик, и они начинают погрузку на поддоны. Эти деревянные ящики и переносимые. Там были три деревянных ящика, у которых были сняты крышки. И этот Орент-офицер оказался в нужном месте в нужное время. Он достаточно близко, чтобы заглянуть внутрь этих ящиков. Так вот он заглянул внутрь и увидел Кэрри. Он увидел три инопланетных тела ростом в три фута, с огромной головой, огромными глазами и щелью вместо рта. Все они одеты в цельные облегающие летные костюмы. Они подвешены к нижней части ящиков с помощью белой сетки, чтобы защитить их от сухого льда, сжигаемого в морозильной камере внизу, и одна из них была женщиной. И вот он наблюдает за всем этим и видит, как коробки отодвигаются в сторону, очевидно связанные с операцией по извлечению при аварии. Теперь мы перейдем к следующему слайду, и вот полная цветопередача Джозефа о том, как это могло бы выглядеть. Итак, это еще одно из тех случаев, когда сенаторы и конгрессмены должны немедленно приступить к расследованию и выяснить, кто руководил операцией, выяснить, как это могло бы выглядеть. Вы видите их боссов, которые могут добраться не только до тел, но и до самого корабля. Итак, теперь вы видите коробки на заднем плане. Кто знает, какие обломки они могли извлечь. Там могут быть десятки и десятки реальных аппаратных средств инопланетян, которые действительно были извлечены. Или вот вид сверху, смотрящий вниз. Все они одеты в цельные облегающие летные костюмы, подвешенные на этой белой сетке, чтобы защитить их от ожогов от сухого льда в морозильной камере внизу. Хорошо, следующий номер, база ВВС Уокер, Нью-Мексико, 12 апреля 1954 года. Первоисточник служил в военно-воздушных силах с 1954 по 1955 год. Это страница 82 в книге. Этот парень был экспертом по фотографии и фотоаппаратам. Ему было всего 18 лет, когда он поступил на службу в военно-воздушные силы, но он был настоящим экспертом. И поэтому он решил, что его навыки могут быть использованы для аэрофотосъемки. Внезапно ему позвонили вместе с тремя членами его экипажа. В это время они играли в настольный теннис на базе. А это военно-воздушная база Уокер, которая ранее была тем же местом, что и армейский аэродром Розуэлл, где базировалась 509-я бомбардировочная группа. Так что все они садятся в этот вертолет Н-19. Командиром был пилот, который был для них новичком. Они даже не знали, кто этот парень. И они сказали, джентльмены, это что-то вроде кода для поисковой операции, потому что они участвовали в поисково-спасательных работах. Так что это была не учебная тревога. Это была настоящая операция. Итак, они взлетают и направляются к северу от Розуэлла. Шоссе было справа от них. Они летят около 10 минут. Они поворачивают налево. Сейчас они направляются на северо-запад, в сторону короны. Солнце уже зашло, и когда они переваливают через этот утес, они видят вот это. Они натыкаются на дискообразную скалу диаметром 50 футов, которая углубилась внутрь примерно под углом 50 градусов. И командир экипажа говорит нашему свидетелю открыть эту дверь и начать съемку с воздуха. Фотографирование стальной камерой. Так вот, он снимает эту штуку под разными углами, а они всего лишь парят над ней на высоте примерно 30 футов. Они освещают сцену прожектором, и он наблюдает за всем этим. Я имею в виду, что это просто безумие. Он видит очертания четырех тел инопланетян, которые были обернуты вокруг внешней части этого дерьма. Затем вертолет приземляется примерно в 100 футах от этого места, и затем происходит нечто очень странное Кэрри. Как только он выходит из вертолета, он замечает, что все окрестности того места, где упала эта штука, пропитаны резким запахом кислоты из автомобильных аккумуляторов. Именно так пахло во всем этом районе. На самом деле, когда зажглись огни поисковой операции, все джипы и другие транспортные средства прибыли на место происшествия, одного из этих полицейских вырвало прямо перед этим парнем. Я имею в виду, что это ужасная сцена. Они обнаружили еще два тела инопланетян внутри корабля, в общей сложности шесть тел инопланетян, и по внешней окружности корабля, который все еще вращался против часовой стрелки. Были видны красные, белые и желтые огни. Вот полная цветопередача Джоэла, показывающая, как это может выглядеть. Таким образом, тела инопланетян, очевидно, были извлечены вместе с самим кораблем. Хорошо, давайте перейдем к следующему, самому главному. Хорошо, а теперь у меня есть один вопрос или что-то вроде комментария. Продолжайте. Вы знаете, я начинаю задаваться вопросом, что заставляет вас задуматься о том, действительно ли тела инопланетян в чем-то подобном этому делу были подброшены. И что сам корабль мог быть одним из наших. А история с кислотным аккумулятором звучит так, похоже на что-то человеческое, не так ли? Так что он мог питаться от какой-нибудь неисправной штуки. И просто говорю это, вы знаете, а потом рассказывается история, и у него есть эти маленькие инопланетные корпуса, которые просто производятся, потому что так оно и могло быть. Но в те времена они создавали такие маленькие существа, имитирующие настоящие тела погибших спасателей. Понимаете, что я имею в виду? Другими словами, некоторые из них были настоящими, а некоторые поддельными. Ну что же, это еще одна история, которую мы хотели бы рассмотреть. Совершенно верно. Возможно, мы имеем дело с Пулфс. Возможно, мы имеем дело с историей, в которой они хотят контролировать психологический анализ всего этого людьми. Да, это безусловно возможно. Да, это было, знаете ли, много таких полетов. Некоторые из них похожи на испытательные полеты, не так ли? Ну что же. Что-то пошло не так. В данном случае мы не знаем, как долго этот корабль или тела уже находились там. Вы правы. Таким образом, тела могли разлагаться в течение трех ночей, а затем их наконец стало не видно, и это мог быть запах разлагающихся тел. Возможно, так оно и было. Кто знает. Мы не знаем наверняка, но все в порядке, так что мы можем перейти к следующему делу. Хочу отдать должное Рубену и Нее за то, что они проделали всю необходимую работу по делу мексиканского Розуэла, другого случая крушения НЛО в Розуэле на границе Техаса и Мексики. Это произошло весной 1955 года в Дель Рио, штат Техас, к югу от реки Рио Гранде. Итак, мы имеем дело с несколькими истребителями F-86, которые сопровождают по меньшей мере два истребителя B-47, которые направляются на запад и находятся над Южным Техасом. Таким образом, они направляются на запад. Шесть истребителей F-80 сопровождают их, а затем, двигаясь против их траектории полета, несут этот дискообразный летательный аппарат. Один из этих шести истребителей F-80 отрывается от земли. Он следует за этим летательным аппаратом до самого южного берега реки Рио Гранде и видит, как эта штука приближается. Именно это вы видите на обложке этой книги. Значит, он наблюдает за всем этим. Я собираюсь перейти к следующему слайду. Это как бы дает вам представление о том, где именно все это произошло. К югу от Дель Рио и непосредственно к югу от окрестностей реки Рио Гранде. Так вот, этот парень на самом деле отправляется на военно-воздушную базу Корсуэл. Он сажает свой F-86. Он выходит и отправляется на Корсику. К нему присоединился друг. Они оба садятся в самолет с одним двигателем Тейл Драйвер или Арсией и летят с Корсики обратно на Критсайт, потому что он знал, где эта штука упала. Он добрался туда до того, как стемнело. И когда он добрался туда, то увидел вот что. Летательный аппарат диаметром 25 футов, оставляющий за собой след из обломков. Итак, Аранчо находится справа на переднем плане. Верхний купол оторвался от этого летательного аппарата в форме тарелки диаметром 25 футов. Сбоку была целая дыра. Были обнаружены тела по меньшей мере четырех инопланетян. Но это было ужасно, потому что они обгорели почти до хрустящей корочки. Так вот, первоисточник заявил, что когда вечером стало холоднее, потому что он добрался туда точно так же, как вы знаете, мексиканские военные добрались туда раньше американцев. Он сказал, стало холодать, и он упомянул, что мексиканские солдаты сели в военный транспорт размером 6 на 6 дюймов, который вы видите здесь вверху слева. Они вытащили эти одеяла и положили их на обломки самолета, которые остались на тропе. Обломки были еще теплыми, и они нагрели одеяло, и они накрыли одеялами свои тела, чтобы согреться. Это довольно странное заявление, но я подумал, что оно, похоже, придает этому больше правдоподобия. А теперь вот что я хочу сделать. Любопытно, я хочу провести вас внутрь корабля прямо сейчас, и мы собираемся произвести взрыв. Это от пилота военно-воздушных сил Роберта Уильямса. Он является источником этой информации. Он сказал, что когда он заглянул внутрь, у инопланетян были руки, похожие на метлы, очень истощенные руки, которые опускались ниже колен. Я имею в виду, что здесь мы говорим об ужасной сцене. Вот полная цветопередача Джоэла о том, как эта сцена могла выглядеть весной 1955 года. Так что я хочу увеличить интерьер, чтобы показать вам эти сильно обгоревшие расчлененные тела. Таким образом, мы не говорим о том, чтобы сделать сцену удобной для пользователя. В конечном итоге, американцы прибыли на место происшествия, но мексиканцы прибыли туда раньше, чем американцы приступили к поиску места аварии. Это место происшествия. А они не сказали, сколько пальцев у вас на руке. Я думаю, что их было четыре. Я не совсем уверен, но по-моему вы не вдавались во все эти подробности. Но вы знаете, что многие из этих черных программ, самое глубокое из которых, это когда американские военные крадут эти аварийные данные прямо из-под носа у других правительств. Именно это здесь и происходит. Я думаю, что воруют, и я думаю, что они за это платят. Я думаю, что они платят большие суммы денег. Возможно, так оно и есть. И они находятся на дежурстве. Я думаю, их вызовут прямо сейчас. Я думаю, что Соединенные Штаты уже давно занимаются этим по всему миру. Скорее всего, они не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить это. Все верно. Они будут на месте происшествия, несмотря ни на что. Совершенно верно. Как по-вашему, откуда они узнали об этих вещах? И никакая сумма денег не будет недополучена. Вы знаете из-за того, что они собираются это сделать. Это абсолютно верно. Хорошо, следующий пример, военно-воздушная база Райт-Паттерсон в 1955 году. Первоисточником является женщина по имени мисс Миссис Джоуля. Она работала в отделе иностранных материалов военно-воздушной базы Райт-Паттерсон. Это взято из книги Чарльза Вильгельма на странице 17. Так что давайте зайдем внутрь, это напоминает мне заключительную сцену фильма Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега. Вы можете представить себе этот большой склад, где у вас сложены все эти коробки. Это как раз та сцена, о которой мы здесь говорим. Итак, внутри оперативного корпуса 258 примерно так выглядит эта сцена. Но она заявила, что Кэрри, она каталогизировала тысячи компонентов, которые были обнаружены в результате аварийного восстановления. Тысячи компонентов, включая обломки оборудования, которые были обнаружены в результате аварийного восстановления. Так что когда мы говорим об отсутствии доказательств в ее деле против правительства Соединенных Штатов, на самом деле она каталогизировала тысячу деталей. Так что они не могут утверждать, что доказательств нет, потому что она справлялась, она по сути ударилась прямо о свой стол И для вас, и для всех информаторов, и для людей, которые дают показания, это очень важно Я имею в виду, я бы хотела, чтобы мы, знаете ли, просто рассказали вам обо всем этом, потому что это так очевидно Я имею в виду, что это просто безумие И, кстати, они бы вели хронику точно так же, как вы, верно? Так что вы делаете это по своему усмотрению Да, но вы похожи на птицу, которая следит за их действиями Так что, понимаете, я просто хочу сказать, что в этом нет никаких сомнений Вы же не тратите все эти деньги на то, чтобы поехать зачем-то даже в другую страну, сразу же оказаться на месте происшествия и так далее, и тому подобное Использовать свой персонал и тому подобное, а затем выбросить это Вы такой же, как те спрингфилдские боксеры, о которых вы говорите Я думаю, что они были конфискованы Я знаю несколько коробок в другом штате Я не имею права говорить об этом подробнее Но я могу сказать вам, что один человек скончался И эти коробки были немедленно конфискованы ЦРУ Хорошо, итак, это рисунок Руди, который мы нарисовали, основываясь на показаниях миссис Джи Теперь о том, как они установили эту штуку, у них была такая штука, которая устроена как сборочный конвейер Там был один человек как бы на заднем плане Он фотографировал обломки Затем они переместились на следующую станцию, были упакованы в пакеты и помечены, а затем перешли к миссис Джоуля На переднем плане справа, где она занесла их в каталог И затем вы можете себе представить, что у них были все эти стеллажи, на которых они разместили все эти инопланетные артефакты как с левой, так и с правой стороны Теперь она также упомянула, что пока она выполняла всю эту работу по каталогизации тысячи экспонатов, найденных в результате аварии, там была передвижная тележка Которая поехала как раз по виду этих передвижных носилок И там были два трупа инопланетян, которые хранились в этой формальдегидной консервирующей жидкости, когда она проходила прямо мимо нее Так что она не только разбиралась с обломками и видела их, но и видела тела И незадолго до своей смерти, Кэрри сказала следующее, дядя Сэм ничего не сможет мне сделать, когда я окажусь в могиле Шесть месяцев спустя она умерла, мы нашли ее как раз вовремя Как раз вовремя Она американская патриотка и американский герой И я не думаю, что эта женщина лгала нам Зачем ей было лгать? Зачем ей было все это выдумывать? Она ничего не выигрывала Вовсе нет Сейчас идет телевизионное шоу Не называлось ли оно какое-то время как-то вроде «Ангар 13» или что-то в этом роде? Это было в 1980 году? Это «Ангар» Вам 18 лет Нет, он не висит Я знаю, что есть видео с НЛО, которое называется «Ангар 18» Но нет, это было телевизионное шоу об этом месте, верно? Где они хранили всевозможные вещи? На канале Мофон был показан телесериал под названием «Ангар номер один», в котором они рассматривали различные случаи Может быть, это кто-то из них? Может быть, может быть Да, хорошо, давайте возьмем рисунок Руди и перейдем к полной цветопередаче, и возможно именно так выглядит этот большой склад Итак, слева и справа мы видим металлические обломки У нас есть тела инопланетян, которые сейчас извлекаются У нас есть формальдегид, у нас есть золото, у нас есть банки Примерно так на переднем плане в центре изображен джентльмен, фотографирующий обломки Они будут упакованы в пакеты и помечены, а затем занесены в каталог, и именно это происходит уже 70-80 лет Да? Скажите мне, сколько у них таких складов? Именно так Таким образом, они не могут утверждать, что у них нет никаких вещественных доказательств Они у них есть, но у них просто нет к ним доступа Хорошо, это предмет, который можно использовать Поскольку существует более тысячи компонентов физического оборудования инопланетян Эти доказательства должны быть найдены сенаторами и конгрессменами, имеющими соответствующие допуски к секретности, и должны быть представлены на открытых публичных слушаниях в Конгрессе Это то, что обязательно должно произойти здесь Хорошо, следующее интервью с отставным пилотом военно-воздушных сил конца 1950-х годов, проведенное Эдом Камераком-младшим И он в основном брал интервью у этого пилота военно-воздушных сил, который, по словам пилота, видел где-то в конце 1950-х годов 5-минутный 6-минутный видеоролик На ней был изображен этот летательный аппарат в форме тарелки диаметром 60 футов в ангаре с куполом наверху, что-то вроде иллюминаторов, расположенных по внешней окружности Там сбоку была пробита дыра А затем эта штука переместилась в другую часть сцены, где была показана внутренняя часть корабля с кнопками-переключателями, циферблатами и рычагами А затем справа на носилках, накрытых углеродными одеялами, лежали три тела инопланетян Вот в двух словах, что представляет собой настоящий глоток этого кинофильма Так что нам нужно снять и этот фильм тоже Вот в чем суть На борту корабля образовалась целая дыра с поврежденным двигателем Так был ли взрыв? Что-то ударилось? Это не было столкновением? Мы точно не знаем, но это примерно то, что изображено в этом фрагменте фильма А вот это уже интересно Военно-воздушная база Райт Паттерсон в 1962 году Это здесь Не могли бы вы просто подождать одну минуту? Не могли бы вы сделать резервную копию на одну секунду? Я хочу задать вопрос по этому поводу Да Итак, грузовик и то, что находится в кузове грузовика Вы хотите сказать, что это двигатель? Ну, мы не знаем наверняка, но кое-что все-таки прояснилось Хорошо, а в каком году это было? Ну что же, это было в конце 1950-х годов, когда этот джентльмен утверждал, что он по крайней мере видел эту кинопленку продолжительностью 5-6 минут Хорошо, хорошо, потому что это было бы очень интересно, если бы этим руководил доктор Дэвид Эддер Потому что когда он был ребенком, ему было 17 лет Кертис Лемей пришел к нему домой Они привели его в очень тяжелое положение в зоне 51 Он подошел к чему-то, что было описано примерно так Что-то вроде двигателя, который на самом деле был живым, но они не могли заставить его включиться Он положил на него руки, и он включился Он управлялся искусственным интеллектом Да, я точно знаком с этим счетом Я имею в виду, определенно знаком с ним Это он, просто звучит, знаете ли, и выглядит немного так Да, это просто немного похоже на описание Вот и все Я знаком с этим делом Апрель 1962 года, это группа, связанная с 350-м истребительным авиакрылом тактического командования ВВС Это военно-воздушная база Райт Паттерсон, 62, страница 88, корпус А6 Теперь я возглавляю это дело По сути, это была группа пилотов, которые проходили через базу Они не базировались там постоянно, но были временными пилотами Так что командир эскадрильи отвечает за их здоровье, и поэтому они как бы бегают трусцой по этим рядам ангаров Они ищут передвижную площадку для игры в брекетбол, гандбол, и им нужно найти этот периметр, который завершает четвертую стену В отчете говорится, что они пытались достроить стену этой передвижной площадки для игры в ракетбол И вот они спускаются в этот ангар Одна из дверей ангара была открыта Они заглядывают внутрь и видят летательный аппарат в форме тарелки диаметром 15 футов Он был установлен на двух стендах для испытания двигателей По внешней окружности он был обмотан чем-то вроде бархатной веревки, а вокруг стояли военные с винтовками Один из этих военных подошел к командиру эскадрильи и сказал, я не думаю, что вам положено здесь находиться, сэр И этот парень сказал, что вы правы Так что он развернулся, и они ушли Но у них здесь было очень интересное заявление Я хочу поговорить об этом Вот что он сказал Охранник бросил вызов, сказав, что по-моему вам не положено здесь находиться, сэр Я ответил утвердительно, и мы повернулись лицом друг к другу и ушли, бормоча себе под нос, что старые добрые США разработали или постоянно имели на вооружении летающие тарелки Итак, когда вы читаете этот отчет, и этот отчет в книге, в нем просто чувствуется доля правды Этот командир эскадрильи не лжет, он говорит нам правду И вы знаете, когда они уходили, они бормотали себе под нос, боже мой, у нас всегда были такие проблемы У нас были такие проблемы Независимо от того, есть ли у нас или у них что-то, что они перепроектировали, или это что-то, что мы собрали вместе У нас есть эти вещи, и они получены из первых рук от военных источников и пилотов, которые сообщают нам об этом Хорошо, следующий вопрос Декабрь 1963 года, Шерри Пойнт, Северная Каролина Это морской пехотинец США Его зовут Рой Бейкер Я пытаюсь разыскать этого парня уже 13 лет, он мог бы это сделать Я не знаю, работает ли он еще с нами, но это критический случай, и морпех здесь в критическом состоянии Страница 152 в книге Дело номер 2 Итак, это Черри Пойнт, Северная Каролина Вот карта, это как раз к северу от Хевлока Я собираюсь показать вам на карте, где он берет свое начало Так вот, он находится на этой базе Ему приказано сесть в самолет с затемненными окнами Поэтому он летит 2,5-3 часа на самолете из Черри Пойнт, Северная Каролина, и они отправляются в медицинское учреждение Когда они доберутся до объекта, а он служил охранником в морской пехоте Они откроют эти двери вешалки Он заглянет внутрь и увидит летательный аппарат в форме диска диаметром 40 футов 15 дюймов Высотой 15 футов Он похож на толстый гамбургер По его внешней окружности расположено около 9 непрозрачных окон эллиптической формы Внешняя обшивка имеет отражающую поверхность из хромированного металла Здесь нет ни заклепок, ни швов, ни крепежных элементов с торцевой головкой Здесь нет крепежных элементов с шестигранной головкой Здесь нет болтов Эта штука антисептически стерильна Наблюдая за всем этим, он замечает, что там есть одна маленькая сцена, но она выглядит настолько цельной, что туда невозможно вставить лезвие бритвы А потом он замечает, что все это стоит на строительных лесах примерно в пяти футах от пола И там есть подиум, по которому вы можете обойти все это сооружение И он замечает, что техники в белых халатах отчаянно пытаются пробить брешь в корпусе этого корабля, на котором вы видите эти красные точки, обозначающие точку попытки проникновения И я собираюсь перейти к следующему слайду Вот иллюстрация с изображением призрака Джозефа, на которой показана точка проникновения, в которую они пытались попасть сверлом с алмазным наконечником Так вот, они приставили это сверло прямо к шву этой двери, но это не сработало Они также пытались пробить эти окна, которые на самом деле не были окнами, но они были непрозрачными, и они также не могли проникнуть внутрь с помощью сверла с алмазным наконечником Вот три попытки, которые они предприняли Во-первых, сверло с алмазным наконечником потерпело неудачу Во-вторых, добавьте ацетиленовую горелку, которая не сработала В-третьих, все это происходит в 1963 году У них был лазер, который тоже вышел из строя Сейчас возникли некоторые сомнения относительно того, были ли у них лазеры в 1963 году У них действительно были лазеры в 1963 году Вопрос в том, насколько они были эффективны и какова была интенсивность лазера в прошлом В 1963 году Я собираюсь перейти к следующему слайду здесь Так вот, Кэрри, это своего рода мировой эксклюзив Это оригинальный повторяющийся эскиз от Роя Бейкера, человека, который действительно видел это судно Он охранял эту штуку в декабре 1963 года в течение двух недель в этом неизвестном месте Итак, вот его первоначальный набросок Я собираюсь разобрать эту штуку В верхнем и левом углу у вас есть лампы высокой интенсивности Он упомянул, что эта штука была мучительно хорошо освещена В этом помещении не было теней Он упомянул об этом Теперь, если вы посмотрите на строительные леса, то увидите вход слева и еще один вход справа У вас есть корабль как бы в центре, а затем для поддержки корабля у вас есть эти подставки, о которых здесь говорилось Непрозрачные окна здесь как бы затемнены И если вы посмотрите на второе окно слева, то увидите этот маленький кружок Это точка, в которую пытались вести сверло с алмазным наконечником Итак, в двух словах, вот его первоначальный эскиз Я собираюсь перейти к следующему слайду Это несколько усовершенствованный рисунок Майкла Джонстона Так вот, Майкл Джонстон брал интервью у Роя Бейкера в далеком 1986 году И в конечном итоге способствовал телефонному разговору между Роем Бейкером и Леонардом Стрингфилдом Им действительно удалось поговорить по телефону Так вот, на этом рисунке, выполненном Майклом Джонстоуном Вы можете увидеть выступ длиной в один дюйм между внешней поверхностью обшивки корабля и внешней частью этих старых окон, окрашенных краской Он говорил здесь о чем-то, что вы могли бы потрогать большим пальцем Я собираюсь перейти к следующему слайду Вот мой усовершенствованный чертеж в AutoCAD, и вы можете увидеть этот подробный вид, который я собрал здесь, показывая вам этот выступ длиной в один дюйм И я собираюсь оторвать его Ознакомьтесь с некоторыми из этих элементов, находящихся здесь Крафта видели на нераскрытом военном объекте в трех часах полета самолетом из Черри-Пойнт, Северная Каролина Во-вторых, весь самолет был окружен чем-то похожим на стандартный военный самолет Скайвалан В-третьих, на полу был приклеен белый круг, обозначающий запретную зону для генералов военно-воздушных сил Итак, прямо под этим транспортным средством был приклеен белый круг, и ему был отдан приказ стрелять на поражение в любого, кто попытается нарушить этот круг Я говорю о генералах, персонале военно-воздушных сил, обо всех, у кого не было допуска, стрелять на поражение в первую очередь, а затем задавать вопросы позже Следующий вопрос От трех до четырех морских пехотинцев США охраняли самолет, пока он временно находился в ангаре Следующий Окна самолета были сдвинуты внутрь, образуя выступ толщиной в один дюйм Это то, что вы видите здесь в деталях Главный очевидец тайно сфотографировал эту тарелку, которая позже была потеряна во время наводнения в 1983 году Команда из 20-50 инженеров исследовала ее Корабль, но не смогли получить доступ внутрь Давайте перейдем к полной цветопередаче, выполненной Джозефом Рейвом, и теперь вы сможете увидеть, как все это предстает перед вами А это была оригинальная иллюстрация первого прохода, которую я поручил Джону Макнейлу сделать для меня здесь Так вот, после того, как сверла с алмазными наконечниками вышли из строя, а ацетиленовые горелки вышли из строя, они привезли два 18 колесных тягача с прицепом Лоубой На которых были установлены эти большие электрогенерирующие устройства И у них были эти тяжелые толстые кабели, которые тянулись к внутренней части ангара И они использовали этот лазер, чтобы осветить внешнюю часть самого корабля Он отскочил, отразился и повредил верхнюю панель потолка этого помещения Обо всем этом говорится в отчете Роя Бейкера Вот что я хочу сделать сейчас, Кэрри, так это провести вас внутрь здания Мы собираемся прорваться через сетчатые ограждения по внешнему периметру системы безопасности Сейчас я проведу вас внутрь объекта Мы собираемся перепрыгнуть через сетчатые ограждения Сейчас мы войдем в этот ангар Заслуга в этом принадлежит Джозефу Райту Давайте устроим небольшой взрыв Вы можете увидеть этот участок ленты по периметру в нижней части ангара У нас работают техники в белых халатах У нас есть охранники В поле зрения появляются несколько человек из группы шпионов ЦРУ Это то, что вы видите на переднем плане слева Если присмотреться повнимательней, то можно увидеть вот эти маленькие выступы, которые образовывали эту губу длиной в один дюйм Справа вы видите вход на строительные леса с подиумом, по которому вы можете примерно обойти эту штуку И мы смотрим примерно на расстоянии 5 футов 10 дюймов от пола вешалки Давайте увеличим изображение чуть-чуть Теперь вы можете увидеть эти выступы по периметру окон, окрашенных старой краской А если мы сделаем еще один снимок, то вся сцена будет видна примерно под углом 45 градусов вниз Итак, слева вы увидите этих типов из ЦРУ и техников в белых халатах И все это происходит в декабре 1963 года Буквально через пару недель после того, как Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас Так вот, в последний день, когда он был там с грузом, он сказал, что самолет снимали со строительных лесов Его устанавливали на подставку, которая была подсоединена к кормовой части 18-колесного тракторного прицепа Они опускали его вниз, а затем накрывали судно брезентом и закрепляли цепи поверх брезента Так что давайте перейдем к следующему слайду Теперь вы можете увидеть, как монтируется это устройство-подставка Мы продолжим здесь Сейчас они накрывают корабль брезентом Мы практически полностью накрыты брезентом А теперь перейдем к следующему слайду, и мы выходим за пределы объекта И я хочу перейти к рисунку Руди, который показывает, что показывает вам что-то вроде начала или конца объекта, куда они только что привезли его Таким образом, у них есть два способа сохранить это в тайне Во-первых, они разделяют информацию на части Нет ни одного человека, который знал бы всю историю целиком Поэтому вы разделяете информацию на части А если кто-то и знает, то это очень маленькая группа Во-вторых, они продолжают диверсифицировать свой портфель, перемещая эти активы с одной базы на другую Так что как будто эти охранники пробыли там две недели, они переместили его Они больше не закреплены за этой штукой, они переводят ее на следующую Затем появляется еще одна группа охранников, но эти двое не встречаются Поэтому они продолжают перемещать эти предметы с базы на базу И это один из способов, с помощью которого они скрывают солнце А теперь вот подробный обзор этого инцидента с лазером, когда луч отразился от поверхности кожи и затем повредил потолочную плитку А вот и сам инцидент, о котором говорится в этом отчете Роя Бейкера Вот набросок того места, где это произошло на самом деле, и вы можете увидеть рисунок здесь Он также упомянул по словам Роя Бейкера, что у всех техников в лабораторных халатах были значки с цветовой кодировкой И он сказал, что если у вас есть зеленый значок, вы можете зайти сюда, внутрь это заведение Если бы у вас был желтый значок, вы могли бы пройти сюда Если бы у вас был красный значок, вы имели бы полный доступ ко всему объекту Так вот, вся эта концепция цветных значков, которые снова и снова всплывают при проведении поисковых операций Так вот, однажды Кари сказал, что его оставили одного в этом учреждении Потому что его работа заключается в том, чтобы обыскивать людей, входящих и по сути выходящих Был один случай, когда его оставили одного, и никто не обыскивал его, когда он входил в ангар И он взял маленький фотоаппарат Минокс и сфотографировал эту штуку Вот его цитата Когда-нибудь я расскажу эту историю, и клянусь богом, люди мне поверят Но во время наводнения в 1983 году она была утеряна Так что мы были так близки к тому, чтобы получить эту фотографию этого судна Поэтому я сказал Джозефу Джозеф, пожалуйста, сделай для меня точную копию того, как могла выглядеть эта маленькая фотография, сделанная камерой Минокс И вот что придумал Джозеф Таким образом, она была бы немного сморщенной, не по цвету, немного коричневатой, не в фокусе И, возможно, выглядела бы примерно так Но мы были так близки к тому, чтобы получить настоящую фотографию всего этого Теперь он также упомянул, что, по словам Роя Бейкера, был министр военно-морского флота США, которого чуть не застрелили Потому что он почти добрался до этого внешнего круга ленты на полу, и я отследил его до этого джентльмена Пола Нитц В период с ноября 1920 года по 30 июня 1967 года, когда этот парень служил министром военно-морского флота Он был бы именно таким джентльменом, так что это тот, для кого стоит отследить записи Теперь это подводит нас к четырехзвездочному генералу Мелвину Ф. Макниколу Он был командиром военно-воздушной базы Тинкер Вот его некролог Бывший командир Тинкер Мелвин Макникол скончался в Оклахоме 11 июля 1919 года Причина, по которой я упоминаю о нем, заключается в том, что он был хорошим другом Шарлотты Манн, которая участвовала в спасении потерпевшего крушения на мысе Херарда В 1941 году она действительно держала в руках фотографию, на которой было видно, как по крайней мере одно тело инопланетянина, поддерживаемое подмышками Эти двое были друзьями У них был общий интерес к НЛО, и поэтому Шарлотта поворачивается к генералу и говорит Генерал, вы знаете, что у нас есть взаимный интерес к НЛО Не собираетесь ли вы меня о чем-нибудь проинформировать? Не собираетесь ли вы рассказать мне что-нибудь о том, что вам известно об НЛО? Есть ли какая-нибудь секретная информация? Он поворачивается к Шарлотте и говорит Шарлотта, если вы когда-нибудь повторите то, что я собираюсь вам сказать, я буду все отрицать, и это может положить конец моей карьере Вот что генерал Мак Никол сказал человеку из Шарлотты Во-первых, он видел НЛО, который находился на западе Это подтверждает мнение морского пехотинца, потому что он сказал, что летел три часа на самолете из Черри, Северная Каролина Таким образом, вы окажетесь в непосредственной близости от западного побережья Во-вторых, он обошел НЛО по подиуму, который был укреплен строительными лесами Это именно то, что только что сказал морской пехотинец Хорошо, в-третьих, он сказал, что тела были найдены, и один из них все еще жив Морской пехотинец сказал в отчете, что он подслушал разговор техников в белых халатах о том, что тела были найдены, и один из них все еще жив Итак, Кэрри, когда я услышал это от Шарлотты шесть лет назад во ФОК в Фениксе, когда я услышал, как она рассказывала о том, что сказал ей Мелвин Мак Никол Я знал, что у меня есть настоящее дело, потому что она говорила именно о том, о чем упоминал морской пехотинец Я уверен, что эти двое не были знакомы друг с другом Таким образом, у нас было вторичное независимое подтверждение того, что такая операция по поиску действительно проводилась И конечно, у нас достаточно случаев аварийного поиска, чтобы продолжать и продолжать до следующего ледникового периода Но я просто хотел дать вам краткий обзор некоторых из этих критически важных случаев, которые необходимо рассмотреть Быть действительно доведенным до всеобщего сведения на слушаниях в Конгрессе Да, это потрясающе Хорошо, ну что же, это потрясающе А теперь не могли бы вы, ну знаете, если мы закончили с летающими слайдами, просто перестать делиться ими Перестаньте делиться информацией Ладно, хорошо, теперь мы снова здесь Хорошо, все в порядке Ну что же, ладно Это знаете ли, я имею в виду, что это довольно сложно для людей, которые к этому не привыкли Но здесь очень много деталей И очевидно, это может быть сделано до того, как вы сможете провести слушание Но вы понимаете, слушание в Конгрессе Вы по сути сидите, стоите там и проходите через все это Вы знаете, Конгресс мог бы быть поставлен в известность, как и американский народ Так что подобные действия, это действительно тихие, героические жесты И я хочу поблагодарить вас, Майкл Шрат, за то, что вы такой, какой вы есть За ваше внимание к деталям, за ваши замечательные художественные воплощения вашими людьми Которые, как вы знаете, помогали вам и делают Вы хотите, чтобы у вас было пожертвование, или что-то в этом роде Где люди могли бы помочь вам профинансировать ваше расследование Это должно быть дорого стоит Это деньги У меня есть свой канал на YouTube Я выкладываю новый материал У меня есть моя книга «Темные дела» Иллюстрированная история потерянных, забытых и малоизвестных встреч с НЛО У меня действительно есть PayPal, но знаете что? Для меня это крестовый поход Мы уже заплатили за все это из их собственных налоговых средств Все это принадлежит нам, и нам нужно сохранить важную часть нашей страховки Абсолютно точно, на 100% Ну что же, я знаю, что вы работаете днем, а вечером приходите сюда, чтобы отчитаться перед нами И я просто хочу поблагодарить вас за ваше усердие и профессионализм Так что я думаю, что знаете, надеюсь, это видео выйдет в свет И в будущем вы сделаете еще больше Так что мы будем рады, если вы вернетесь И вы знаете, что обращаетесь к Грушу, Луни и Беркет И знаете, давайте продолжим с этим материалом Знаете, давайте разберемся с этим прямо сейчас Спасибо, Кэрри, я очень ценю это Все в порядке, берегите себя Берегите себя Спасибо, что присматриваете за всеми Спасибо, пока Спасибо, Кэрри Спасибо, Кэрри Спасибо, Кэрри Спасибо, Кэрри